Девушки отдыхают Я тебя люблю Максим Ты знаешь Мне так приятно произносить твое имя Максим Я понял Я действительно тебя люблю Ну почему, что тебе не нравится Я жалею тебя очень сильно Пожалуйста Нет, ну пожалуйста Ничего себе Максим, что происходит? Люся, ты почему здесь? Уже поздно Во-первых, я уже взрослая Не надо со мной разговаривать, как с ребенком Мама знает, где ты? А вам какое дело? Так, Люсенька, давай Максим, ну я... Давай, давай, давай Тебе пора домой Давай Невченев, ты с ума сошел? Ей же 18 нет Да ты сама с ума сошла Что ты себе там надумала? Люся Люся, девочка Солнышко, постой Что случилось, девочка? На тебе лица нет, а? Малышка Все равно он будет мой На кого я по-твоему похож? У нас ничего не было Знаешь, на кого ты похож? Но Ты похож? Ты на себя прежнего не похож Так ты тоже на себя прежнего не похожа, знаешь? Да, люди меняются Ты стала занудой Ах, я значит зануда А Анастасия не зануда получается, да? А это не твое дело Подожди, подожди, подожди Я, кажется, поняла Ты ушел из института красоты И вернулся в больницу скорой помощи из-за Насти Да какая тебе разница? Куда я и зачем ушел? Ты меня обманул Ты говорил, что не можешь больше со мной работать Из-за моих амбиций, гордости, властного характера А сам ушел работать туда, где работает твоя девушка Не ори на меня Ты предатель и лицемер Я не хочу тебя больше видеть Аналогично Максим? Максим! Что тебе еще? Ответь мне только на один вопрос Слушаю Ты любишь ее? Ну ты любишь ее, как меня любил? Сама знаешь Любовь бывает разной Все-таки? Да, я ее люблю Она перестала звонить Перестала преследовать меня Теперь это тебя беспокоит? Да нет, просто переживай Может, случилось чего? Звонит, значит, не хочет По-моему, все понятно Может, она заболела? Тогда позвони и сам узнаю Ну и позвоню Ну и позвоню Ну и позвоню Валяй Привет передай Мужчина по природе Мужчина по природе своей охотник Ему неинтересна дичь, которая Сама бежит к нему в силки Хочешь, чтобы тебя догоняли Убегай Мне берет трубку Точно что-то случилось Брось, Андрюха Она просто не хочет с тобой разговаривать Она всегда берет трубку Когда я ей звоню Ну не знаю Тогда поедь проведай ее Если так распереживался Адрес не забыл? Нет, не забыл Но этого я сделать не могу Тогда зачем Если этот разговор? Слушай, думаешь Я ничего не понимаю? Ты любишь Катю Просто почему-то Не хочешь даже самому себе В этом признаться Если хочешь ее видеть Найди ее По-моему, все просто Наташа, я не могу понять Ради чего ты себя так изводишь, а? Наталья Ивановна А вот и ваш успокоительный Спасибо Максим звонил? Нет Вот только ему Благодарные пациенты Подарки приносят Много подарков Не знаю, куда их одевать Я предлагаю Повесить вот такой вот плакат Где написано Нечаев- Здесь больше не работает Да? Да И приписать Наталья Бондарчук Не сумела удержать Сверхценного сотрудника Это правда, между прочим Так, где подарки? Здесь Хорошо Я их сейчас отвезу Зачем же? Давай это сделаю я Как в прошлый раз Нет Мне по пути Скажи Сергею, чтобы он грузил машину Я ей иду Хорошо И Я поехала Давай Николай Александрович, можно? Здорово, Саша Привет Проходи, садись Привет, привет Я буквально на несколько минут Хотел вот заявление на отпуск подписать Отпустите, Николай Александрович? Ну, не знаю, не знаю, Саша Сотрудник-то у нас ценный, конечно Отпущу тебя, конечно Ты у нас сколько уже? Пять лет без отпуска, по-моему? Да не считал Ну, пора бы уже отдохнуть как следует Ты за все остальное не переживай Нечаев тебя подменит Нечаев? Нечаев, Нечаев Ну, раз Нечаев Это Нечаев Это Нечаев, тот, который Надо Нечаев Давай, отрывайся по полной Ага, спасибо Куда решил? Поехать-то Да не знаю куда Главное, никуда, а с кем? Ну, это правильно, конечно Семью-то она всегда лучше отдыхается Ну, да, ну, да А зачем участнику научной конференции плавки? Ну, гостиница будет бассейн И я поплаваю Ты же знаешь, у меня спина Да-да Ты поплавай, поплавай Раз спина А классический костюм Ты брать не собираешься? Классический костюм Я еще не успел положить Но собираюсь Извини, извини Я просто полагала, что на конференциях Приветствуется деловой стиль в одежде Ариста, если ты хочешь Можешь собрать мой чемодан сама Кстати, я забыл уже Когда ты это делала последний раз Давай Нет уж Увольте Он видит как Обычный пирог Но Чего же он такой вкусный? У тебя точно секрет какой-то есть Если хочешь, я дам тебе рецепт Порадуешь своих близких Когда вернешься Конечно, спасибо А, мне письмо от Ларисы пришло Я тебе семью могу показать Вот Это Лариса, сестра Это муж ее, Александр И дочка Катя Слушай, красивая семья, а? Да Слушай, они выглядят такими счастливыми Скучаешь? Да нет, не особо Я с ними часто связываюсь Поэтому как ощущение, что они рядом все время Слышишь? Угу Счастливчик? Угу Надя, она Потрясающая Не будь идиотом Женись Так я вроде как собираюсь Правда что? Ну да Так А ты собираешься меня приглашать на свадьбу? Я тебе даже больше скажу Я хочу, чтобы ты был моим шафером Нет, ты серьезно? Ну да Так Так это здорово Слушай, я готов Ну давай шафер по рукам Да, да Николай Александрович, здравствуйте Здравствуйте, Лариса Семеновна Рад вас видеть, проходите Спасибо Как ваш отец? О его здоровье я как раз с вами и хотела поговорить Да, присаживайтесь Спасибо Вы знаете Папа чувствует себя Гораздо лучше Угу Бодрее Он уже ходит без палочки по дому Ну это замечательная новость, Лариса Замечательно Что вас сейчас беспокоит? Вы знаете Я боюсь, что его Состояние Нестабильно И боюсь, что ухудшение может наступить в любой момент Ларис Я уверяю Вам не о чем беспокоиться Вы можете Спокойно ехать с мужем На заслуженный отпуск Кстати, решили, где проведете ее? Мы А пока не решили Ларис Ну вам надо поторопиться Вашему мужу надо отдохнуть Знаете, когда он сегодня пришел ко мне С заявлением на отпуск Я, если честно, за него очень обрадовался Нам, конечно, будет его очень не хватать Но отдыхать-то все-таки надо Разумеется Спасибо вам большое А за Семен Кузьмича можете не беспокоиться Я о нем позабочусь Так что можете ехать спокойно Да-да Саше привет Да, я передам Камушков привезите С моря И магнит Обязательно Всего доброго Значит, командировка Научная конференция Ладно Добрый день Что делает здесь звезда русской косметологии? Да вот собираемся аптечный ларек открывать Слабительный Не интересует? А пойдусь А жаль Я могла бы отпустить без рецепта Вот вы где Добрый день Добрый, добрый, добрый Будете чай? Да, с удовольствием Очень вкусные печенюшки Ну, как дела там с плановыми операциями? Да вроде все нормально По графику Спасибо Брат ух сегодняшнего дня в отпуске Так что ты, Максим, возьми его пациента в себе временно Хорошо Возьму Здравствуйте Здрасте Мак, подождите, меня внесу Максим Леонидович, это Вам благодарные пациенты передали Что ж, спасибо Ну, вообще-то было не к спеху Не стоило себя утруждать А ну-ка, Максим, давай-давай-давай Неси сюда Показывай, что там тебе подарили Показывай, ставь на стол Присаживайтесь Да, пожалуйста Давай посмотрим Это же институт красоты Благодарны все-таки пациентам Не то, что у нас Конфеты, коньяк Ты посмотри Ой Ну, вылитый Вылитый Максим Наполеонович Ой, да, мне нравится Мне тоже очень нравится Правда, похоже Да, вылитый я Наталья Ивановна, будете чай? Да, пожалуй Ладно, уберу это Максим, а вы будете еще чай? Костенька, буду обязательно, конечно А есть еще пирожные Я свое не съела, вам оставил Я буду с удовольствием Спасибо И пирожные буду обязательно Наташа Поднимите руки вверх Поднимите, поднимите руки вверх И спазм пройдет Простите, пожалуйста Мне пора Я вас провожу У вас есть мой номер телефона Звоните, если что Всегда буду рад помочь Вы тоже звоните, если что Всего доброго Наташ, ты? Есть будешь? Наташа Что-то случилось? Я не голодна Что-то на работе? Да если бы Хуже О, Господи, ну говори уже Да чего говорит? Максиму я люблю Господи Ну так сделай что-нибудь Что? Наташка, ну Ну я не знаю Наташка Надо что-то придумать Надо Наташка Что? Ничего Я даже не буду устраивать тебе сцен Я просто возьму И поеду с тобой на научную конференцию У меня есть доклад Седина в бороду Бес в ребро Называется Понимаешь, о чем я говорю? Нет, не понимаю Ах, не понимаешь Я хочу знать имя Твою мерзавьки С которой ты едешь развлекаться Ты о чем вообще, Лариса? Имя я сказала А А что ты глазки-то отводишь? М? Значит, все-таки у тебя есть любовница Лучше этот разговор прекратить Если ты сейчас уйдешь Можешь не возвращаться Хорошая идея Ух ты Может быть, что-то пригодится Для салона Ага Смотрите Я переберу потом, ладно? Спасибо вам большое А как у вас дела С Наташей? Видитесь? Это она передала Слушайте, Максим Леонидович Я вас прошу Вердитесь к ней В институт красоты А Ей очень-очень трудно без вас Нет, Анна Петровна Она думает, что я ушел От нее из-за Насти Но это не так Я ушел, потому что она просто стала невыносима Эгоистка, которая Думает только о карьере И ни о ком другом Не думает вообще Вы говорите так, потому что Вы злитесь на нее Вот и все А вы ее любите Любите, Максим Ничего Я ее забуду С помощью Анастасии А Настя Это помощь и поддержка Знаете что? А не думаете ли вы, что вы можете причинить боль Анастасии? Знаете что, Анна Петровна? А причинить боль Может кто угодно И где угодно И кому угодно Слушайте Вот вам мой совет Хотите слушайте, хотите нет Оставьте Анастасию В покое Иначе добром это дело не кончится Анна Петровна Давайте я сам решу Как мне поступить Привет Я боялась, что ты не приедешь Лариса меня сдержала Какие-то проблемы? Да нет, ничего важного Куда едем? А ты умеешь ловить рыбу? Нет Ну тогда поехали на речку Я тебя научу Эй все, идите сюда Я уезжаю в отпуск Лара, что случилось? Спросите у ее отца Мам Ты куда? Я же сказала Я еду отдыхать Пока, доченька Береги себя Подожди А как же Семен Кузьмич? Я говорила с Тимофеевым Он обещал его навещать Так что всем счастливо Я позвоню Ничего не поняла Да? Добрый вечер Здравствуйте А вот Вы забыли В ординаторской А я решила вам занести Я уже, если честно Начал по ней скучать Проходите Не помешаю? Нет, конечно У меня, правда Не убрано Так, куда же ее Теперь поставить? Ой, сколько у вас книг Любите читать? Да И я тоже люблю А сейчас почему-то Мало кто читает Не модно, что ли? Ой, я знаю Этот роман Очень интересный сюжет И необычный финал Настя, вы Спешите? Нет Будете чай? Да Присаживайтесь Ой, спасибо Ир У меня все плохо С Андреем? Нет С родителями Они поссорились И оба ушли из дома Вот это да Ну, знаешь Это их дело А ты не думай Не переживай Я не могу не переживать У нас всегда была Хорошая семья Понятно Но Ты должна сосредоточиться На Андрее Теперь он Твоя будущая семья Ну Что у тебя с ним? Он мне звонил А ты? А я не взяла трубку Умничка Вот увидишь Он скоро придет к тебе А вам понравилось в Африке? Ну конечно Настя Ну? Вы не против? Может быть перейдем на ты? Не против Вот и здоров Вот и здоров Знаешь, Максим Я честно говоря Представляла, что ты живешь Немножко по-другому А? Да нет Я хотела сказать Что у тебя очень мило Правда Спасибо А ты не против, если я Как-нибудь к тебе еще раз зайду? Ну возьму что-нибудь почитать Конечно Приходи, когда заходишь А если тебя не будет дома? То есть Придется подождать Чайник закипел Я сейчас Ага Здравствуйте Доброй ночи Мне нужен самый лучший номер Можем предложить президентский Нет, это слишком Тогда номер класса люкс Отлично Думаю, что вам у нас понравится Посмотрим Спасибо Скажите А у вас можно взять машину на прокат? Без проблем У нас довольно большой автопарк Есть из чего выбрать Отлично Мне у вас уже нравится Всегда к вашим услугам Спасибо Бог знает что Саша куда-то уехал Лариса неизвестно где Такое ощущение, что они на грани развода А как же Катя Девочка очень переживает Ей так нелегко Она влюблена Да, безусловно Катюшу, конечно, жаль Хотел бы я знать, кто этот парень Не знаю Но думаю, если Катя влюбилась Он этого достоин Ребят, ребят Мы немного задержимся Вы идите Ну, Лень Я вот о чем подумал Может, ты позвонишь Кате? Я? Ну да Ну просто спроси, как дела Все ли в порядке С тобой она точно поговорит Ты думаешь? Я уверен Пожалуйста, просто перезвони Ну ладно Алло Ты платишь? Что случилось? Лень Мне кажется, родители разводятся Они оба ушли из дома Я не знаю, где они Так, тихо, без паники Хочешь, я приеду? Хочу Ну что? Плачет С родителями проблема Ты должен ее увидеть Что? Ты ей нужен Я не могу Андрей, не будь дураком Ты сейчас должен быть с ней рядом Или что это за любовь такая? Ладно, давай Все, убежал Давай, удачи Смотри, какая Вот так вот Ну? О! Какая рыба Я тоже такую хочу Терпение Еще раз терпение Как хорошо Что мы с тобой выбрались Как я Давно мечтал об этом Я тебя люблю А знаешь, что я понял? Что мне очень мало Нужно для счастья Катенька Катенька К тебе там пришли Это Леня Привет Привет Катя, я знаю Что у тебя случилось Тебе Леня сказал? Да Это я попросил его Перезвонить тебе Ты пришел убедиться Что у нас все плохо? Можешь радоваться Ты же ненавидишь Мою семью Катя, что ты говоришь? Я приехал вовсе не радоваться Я приехал Я приехал потому, что я волнуюсь за тебя Потому, что я себе места не нахожу Потому, что Потому, что я люблю тебя И очень Очень скучаю А ну-ка прекратите немедленно Вы что? Идите лучше погуляйте А то еще увидит кто-нибудь И не смотрите на меня так Я никому не скажу, что ты приходила, Андрюша Даже вашему дедушке А то у него приступ на радостях случится Все, идите Идите, спасибо Но не допоздна Обещаю Ох, знатное уха получился Как настойчиво звонят Я в отпуске А если я из дома? ТЕЛЕФОННЫЙ 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 Т Лариса исчезла в неизвестном направлении. Она тебе не звонила? Нет. Может, она у подруги? Да мы всех подруг обзвонили, нигде ее нет. Тимон Курмич, я думаю, что не стоит переживать. К ней все в порядке. Ладно, подождем еще немного. Если объявится, ты мне сразу звони. Обязательно. Что-то случилось? Да нет, ничего не случилось. Просто моя жена хочет, чтобы я чувствовал себя виноватым. А я чувствую себя. А я чувствую себя счастливым. Давай не будем о ней. Давай. Жалко, что Наташа с Максимом ничего не получилось. Это хорошая была бы пара. Знаешь что? Мне почему-то кажется, что они все равно не смогут друг без друга. Понимаешь? Анастасия миловидная девушка, да? К сожалению, да. А Артур видный мужчина. Да, конечно. И вот сейчас наша Наташа с Максимом натворят делов, а потом никогда вообще соединиться не смогут. Я так считаю, что надо как-то подсказать Наталье, чтобы она пошла навстречу Максиму. Аня, я ее хорошо знаю. Ну? Она никогда на это не пойдет. Ей-богу, честное слово. Ну, что делать-то? Что делать? Писать новый роман. Любовный четырехугольник. Так, все должно быть. Самые лучшие цветы из Голландии, вино из Италии, устрицы свежайшие из Лазурного берега, музыканты, заказанные из пилармонии и репертуар классический. Да, как только стемнеет, свечи. Не сомневайтесь, все будет по высшему разверну. У меня сегодня особенный день в моей жизни. На 14.00 у вас сегодня встреча на телевидении. Запись интервью и участие в ток-шоу. Сегодня? Да. Я не готова. Наталья Ивановна, ну вы же запланировали это еще неделю назад. Карин, ну придумай что-нибудь. Не пойду я ни на какое ток-шоу. Алло. Наталья Ивановна, я хочу пригласить вас на ужин. Надеюсь, вы не откажетесь разделить со мной трапезу. К сожалению, Артур, я не могу. У меня очень много дел и очень плохое настроение. Давайте как-нибудь в следующий раз. Извините. Дядя, ты собираешься жениться на Наталье Бондарчук? Да. Она крепкий орешек. И трудно будет ее уговорить. Ой, дядь, ну кто перед тобой сможет устоять? А перед тобой красавица. Ну, с кем ты еще встречаешься? С ее сыном Андреем. Вот весело будет, когда сыграем две свадьбы вместе. Угу. Мне даже не верится, что мы снова вместе. Я почти совсем не думаю о родителях. не переживай. Не вернуться. Может, может, им просто стоит отдохнуть друг от друга. Ты так думаешь? Разлука только усиливает любовь. Теперь я это знаю точно. Мама с папой когда-то друг друга очень любили. Неужели это может все так закончиться? Что? Наша с тобой любовь тоже когда-нибудь закончится? Я буду любить тебя всегда. Чтобы он случился. Сегодня звонила Анна Петровна. Как к ней дела? Все хорошо. Говорит, Виктория собралась писать новый роман. Ух ты. Ну, надеюсь, главные герои остаются прежними? Да, но не все. А Анна Петровна считает, что мы должны помириться с Максимом, но это какие-то глупости. Ну, почему глупости? Я тоже так считаю. Скажи ему, что ты любишь его, да и все. Никогда. Я тебя не узнаю, ее сестры. По-моему, тебе сейчас надо попридержать свою гордость. А это не гордость. Тогда что? Чувство собственного достоинства. Зачем ты себя так мучаешь? Ведь он любит, тебя. Максим любит Анастасию, он мне сам об этом сказал. Ты что? Да ну, да ну, я не верю в это. А ну, что поделаешь, так сложились обстоятельства между преданностью и предательством. Ну, ничего, не такой переживали. Привет. Настя, ты что здесь делаешь? А ты не рад? Ну, это как-то неожиданно. А я отпросилась с работы пораньше, чтобы сделать тебе маленький сюрприз. Не стоило. не нравится? Как ты вообще сюда попала? Ну, ты же сам сказал, приходи, когда захочешь. Буду рад, подождешь. Настя, я совсем не это имел ввиду, когда об этом говорил. А, извини. Я иду с работы, я устал, я хочу спать, я валюсь с ног, у меня там завал на работе. Извини, пожалуйста, я просто думала, тебе понравится. Ладно, слушай, извини. Да я понимаю. Прости, давай, присядем. Хорошо, давай. Правда? Конечно. Давай. Ну, давай. Извини, пожалуйста. Да, любовь действительно меняет все. Как там родители? Продолжают сходить с ума? Да. Я волнуюсь, я им кажется, все равно. А почему ты не выбросишь фотографию Андрея? Он приходил, мы все выяснили, и мы снова вместе. Как? Знаешь, я так думаю, Максим ревнует, потому что у тебя слишком много похлонников. Вот если бы я свою Риту увидел вот с таким вот Артуром, я бы убил их обоих. А при чем тут Артур? У Максима невесты, которую он любит. Да невеста, это просто липа, чтобы тебя подразнить. Ты что, ну не понимаешь? А мне что делать? Объясниться ему в любви. Ну, сестрой, ну, скажи, что любишь его, что жить без него не можешь. В конце концов, попроси прощения. Мне просить прощения? За что? Наташ, ну почему ты так отказываешься быть счастливой? Он сказал мне, что любит меня и что будет любить всегда. Я на твоем месте была бы осторожней, для него это может быть всего лишь игра. Нет. Я знаю, что это все серьезно. Ты уверена? Более чем. Но все равно не теряй голову, что будет, если узнает твоя мама. Значит, ей придется смириться. Она никогда не примет Андрея. Значит, я буду защищать наши отношения, в том числе и от мамы. Слышала бы она тебя сейчас. Она бы просто взбесилась. Привет, мам. Привет. Как дела? Нормально. А у тебя, я смотрю, отлично, ты сияешь. У меня все отлично. Нет, у меня супер-мега-отлично. А что произошло? Пока не могу сказать. Но в скором времени ты все узнаешь. А я в обморок не упаду? Все будет хорошо. А почему ты еще не спишь? Бессонница. Мам, ну, в последнее время ты слишком много работаешь, и я думаю, что тебе пора в отпуск. Это невозможно. Я все равно сейчас не смогу отдыхать, к тому же в институте очень много дел. Найди себе замену. Некого. Мой помощник и ведущий хирург, как ты знаешь, уволился. Максим не мог терпеть твоего равнодушного отношения к себе. Кроме того, возле тебя постоянно крутятся какие-то Артуры. Спасибо, Настя. Все было замечательно. Ты уж прости, что я вначале так начал. Просто правда на работе завал, спать хочется, прямо глаза закрываются. Я поеду домой, а ты ложись спать. Слушай, я, наверное, проводить тебя не смогу. Ничего страшного, я недалеко. Ты умничка. Знаешь, Максим, так странно. я вообще не верила в настоящую любовь. А тут появился ты. Максим, я тебя люблю. Так сильно люблю. Мне кажется, я не смогу без тебя жить. Я не могу без тебя жить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да нет, вы не поняли, у меня через три часа самолет Да нет Доброй ночи Я пришел проститься Мне нужно уехать на несколько дней Хотя я очень этого не хочу Я прошу вас дать мне слово Какое слово? Что вы будете вспоминать обо мне Вот видите, я вернусь и... Поверьте Мне есть, что вам сказать Артур, вы меня удивляете Спасибо огромное за визит Да, да Всего хорошего Я позвоню, как только вернусь Наталья Извините И после этого ты еще спрашиваешь Почему Максиму все это надоело? Не груби матери На его месте ты поступил бы так же Алло? Алло? Катюша Солнышко, привет Как дела? Мам, слушай, где ты? Мы тут с ума сходим от беспокойства Да, наверное, больше всех беспокоится твой папа Ты знаешь что? Ты скажи ему, что я жива Если его это, конечно, интересует Мамуль, послушай, возвращайся домой Дедушка очень переживает Доченька, но на самом деле Пока это не входит в мои планы Зачем мне возвращаться туда, где меня не любят? Нет, нет, к тебе это не относится Я буду звонить тебе каждый день, котеночек Хорошо? Я тебя целую Пока Пока У вас безупречный вкус Вы купили лучшие модели из новой коллекции Пожалуйста, отвезите это все в мою гостиницу Конечно Через полчаса все покупки будут у вас в номере Где именно вы остановились Ты стареешь? Нет Да Интересно, Саша На кого же ты меня променял? Подкину еще, да? Угу Ты такой красивый Не смущай меня Это ты, красавица Самый неподходящий момент, как всегда Да Да, дочка, слушаю Папа, пожалуйста, возвращайся домой Катя, почему ты плачешь? Что случилось? Мне звонила мама С ней происходит что-то странное Она говорит, что не хочет возвращаться Что происходит? Вы меня что, совсем не любите? Вам все равно, что со мной, да? Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok